я показываю пример упаковки вот что у себя строительные ведра они мне какое-то время служили часть я продавала сейчас они как нельзя подходят для того чтобы перевести в них дорогой красивый нужный семейный сервис что он еще может помочь я использую всякие разные картон очки например могли остаться от какого-нибудь я выбираю по диаметру видите потому что вот этот сервис он знаете такой от широких тарелок вот к таким к маленьким их надо все так упаковать чтобы как бы еще водовальное блюдо есть вот еще всякие глубокие вот такие поэтому сейчас мы все это спокойно думаем упаковаться и так например здесь плотно но если боитесь можно использовать всякие разные знаете вот вот все что у вас не распакованные упаковки пакеты для льда пойдут какие-то вот такие знаете вот кухонные мягенькие вкладыши можно использовать что-то например проложить в общем распихивайте так чтобы который может объем создавать главное чтобы фарфор не соприкасался с фарфером сейчас подумаем что запихаю вот сюда я сейчас буду складывать маленькие тарелочки вот давайте сюда сюда не войдет поэтому я это оставляю маленький каждую тарелочку как раньше упаковывали на заводах прокладку какую-нибудь кладу вот помните вот эти вот крышечки от разных упаковок сейчас современных они вот смотрите здесь тоже идеально подойдут так раз и вот она не уже служит теперь мы эту пустоту чем-нибудь заполним можно положить вот эти но сейчас мы берем вот у меня есть остатки обрезки с каких-то футболок кто-то делал вот так все завернем положим что мы сюда положили видите мелкие предметы какие втиснулись и вот это крышечка все у нас вот эта линия горизонта не выталкивается а вот здесь аккуратненько я положила маленько блюдце из двух сторон его проложила тоже все на него теперь нагрузка не идет принципе все достаточно здесь половина сервиза упакована половина больше пока не влезет сейчас мы здесь какую-то сверху найдем что-то еще можно пока пока с крышкой не знала пока это веревку это я так думаю ладно но по крайней мере основное теперь берем следующее ведро вот эти тарелки значит остались средние и маленькие средние сюда понятно войдут хорошо тоже остается место между стеночками вот эти сюда не войдут но они войдут вот вверх вот верхнюю половину значит их можно сверху вот еще есть одно ведерко сюда могли бы войти еще какие-то тарелки может быть может быть эти можно сюда нет тоже нельзя потому что они диаметр у них чуть побольше значит большом ветре повезем сколько у меня было от этих губочек для кухни я положила больше нету таких вот нашла у себя такие декоративные штучки это уже пошла швейная тематика их у меня много на них целая коробка но я вот сейчас попытаюсь за счет них то есть их так упаковать чтобы они мне послужили еще и пользу какие-то такие штучки мы их между тарелками сложим вот важно чтобы тарелки не стукались друг о другу ничего мандалы переживут потом их также доставим и сложим в швейную тематику так с тарелками нашла у себя вот такие вот смотрите салфетки выбрасывать их не обязательно из них можно потом что-нибудь сумки круче они часто же послужит так ну вот видите сначала среднюю потом диаметр позволяет положить более широкие тарелки практически не положим и две старые еще тарелки ими заполним шапочку они как раз по диаметру если что давление пойдет вот сюда они туда эти прокладывать не буду они слишком ценны но потом и так можно все замотать вот вам первая упаковочка пол сервиза здесь ну и все такой принцип основной принцип сборки переупакуем средние тарелки ведерко поменьше значит вот у меня целая куча вот таких вот крышечек те баночки что я использую для хранения там своих фурнитуры они у меня как бы есть но вот эти крышечки какие-то бесхозные я знала что где-нибудь их используют в переезде поэтому смотрите мы сейчас вот тарелочка между тарелочками что-то так сервис он тоже на 12 персон если что-то из них разобьется будет немножко обидно вот так я смотрите кладу тарелочку прокладываю какой-нибудь крышечкой вот вам и она не соприкасается молодцы всякие пойдут в дело функционально вот и пригодились крышечки выкинуть всегда можно вот дело пустить иногда даже полезно все вот этот набор у нас будет упакован чтобы не гуляла еще что-нибудь сверху какую-нибудь крышечку пойдет так эта ледерка тоже заполнена раз-два ты что-то здесь вот видите я положила даже круг короче всякие швейные дела и не нужно их же не повезешь там специальные коробки на них жалко тратить а какие-нибудь мешки они порвутся а вот так они служат и наполнителем и упаковываемся смотрите я хотела найти крышку но потом поняла что могу тарелкой закрыть и до меня дошло что если бы тарелочки вот эти положила в обратном направлении так то если на них что-то давила давление было вот на вот эту часть на жесткую и переверну вот так перевернула так и теперь у нас будет здесь крышечка все и теперь если даже вы замотаете скотчем если у вас нет крышки родной от ведра то уже можно вот так как-то сделать